здравствуйте друзья здесь демитков юрий у нас наконец-то начинают в стране проявляться всякие изменения в жизни и вчера путин объявил о том что правительство уходит в отставку в полном составе медведев больше не будет премьер-министр и вчера же путин назначил нового премьер-министра мишустина это бывший глава федеральной налоговой службы сейчас я хочу ну просто как бы свое мнение исключительно свое о том как это повлияет на фондовый рынок так вот мое мнение о том как это повлияет на фондовый рынок чисто мое мнение никак это не повлияет в ближайшее время на наш фондовый рынок почему ну потому что на это да это перемены да это какие-то реформы путин хочет внести изменения в конституции соответствующие какие это будут изменения это будет какое-то ослабление не некоторые роли президента и усиление роли насколько я понимаю там госсовета или совета по безопасности что это означает это означает что в 2024 году путин принял окончательное решение уже что он не будет баллотироваться в качестве президента кто будет президентом это неизвестно и поэтому он сейчас меняет слегка конфигурацию почему это никак не отразится на нашем фондовом рынке да а почему это должно отразиться что меняется принципиально с нашим фондовым рынком дело в том что вот эти реформы которые сейчас происходит они происходят это реформы сверху и цель этих реформ смотрите у нас руководство страной сосредоточено в ну в какой-то небольшой достаточно компактной и стабильной группе людей которые ну в общем сказать но как бы заинтересованы в том чтобы остаться у руководства и они пытаются сделать сейчас что они пытаются усилить свою роль и как-то перетасовать чтобы обезопасить но себя лично и свои капиталы естественно вот что они делают но соответственно их вот эти реформы этих компаний крупнейших ну никак не касаются в общем так сказать газпром как был так и есть никто никого не смещает никто не на кого не заводит никакие дела никто не на кого сказать не приватизирует поэтому на ровным счетом ничего не должно произойти и давайте посмотрим что же произошло реально вчера на фондовом рынке в момент объявления вот этого события вот здесь вы видите индекс ртс это суммарная как бы стоимость акций вот здесь вот произошло объявление от об этом событии он сначала упал потом поднялся насколько ну колебания были 159 грубо говоря 500 и 160 ну скажем так 1 500 понимаете насколько это существенно но в пределах там что-то полпроцента то есть я недавно снимал видео о том что такое корреляция так вот корреляция между этими двумя событиями не больше полпроцента это в пределах но статистической погрешности то есть это событие никак не влияет практически на фондовый рынок по крайней мере немедленно почему я говорю что по крайней мере немедленно потому что в будущем это возможно повлияет но скорее всего повлияет другое а что же влияет на наш фондовый рынок намного больше и существенней так вот намного выше корреляция между нашим фондовым рынком и скажем так американским намного выше корреляция между теми решениями которые принимает например трамп и нашим фондовым рынком то есть вопрос о том кто кем руководит но он вот вот такой но как я могу это обосновать ну например есть у нас одна компания например которая одна из крупнейших компаний в мире по добычи производства там алюминия но вы все знаете уже о чем речь русал и это крупе одна из крупнейших компаний в мире в америке металлургические компании вот год назад например да они испытывали трудности и трамп решил помочь своим металлургическим компаниям и говорит слушай вот неплохо бы на 10 процентов сократить поставки в америку скажем так алюминия и так а давайте посмотрим структуру поставок структуру закупок американскими компаниями но алюминия и он посмотрел структуру импорта и увидел что ровно 10 процентов это русал в америку поставляет алюминия но говорит а давайте мы вот это вот как бы уберем и все сбалансируется все моментально будет кто такой так русал ага дерипаска вот сказать там чонскать с научным встречался где-то о хорошая идея еще и мучина уберем и значит он вводит санкции против дерипаски моментально это повлияло на фондовый рынок россии мы помним что дерипаска тут же вместо успешно искать русал вместо успешной компании оказался банкротом то есть и у нас в правительстве всерьез рассматривался вопрос о том не разрешить ли нам продажу пива чуть ли не в школах потому что да но именно в металлических банках в алюминиях потому что основное как бы потребитель алюминия это как раз пивные компании которые в банках вот это вот пиво и пытались запретить там пиво в больших объемах там в двухлитровых пластиковых бутылках ну вот ну по-моему это уже и запретили даже ну и давайте в алюминии ну грубо говоря давайте поможем дерипаски но привело это к тому что сами американские компании ничего не могли понять в общем сказать повысились очень сильно цен на алюминий и закричали уже автопроизводители которые тоже закупали алюминий которые не захотели покупать его по завышенной цене они сказали что в противном случае придется повышать цены на автомобили и тогда трамп сказал что слушайте ну давайте отменим санкции вот вот здесь корреляция была серьезная но трамп молодец на самом деле он сказал что давайте отменим санкции против компании русал если компания русал согласится снизить долю дерипаски там сказать ниже чем 50 потому что ничего против русала я не имею а я имею как раз против дерипаски и если дерипаска продаст американцам за бесценок своей акции то с русала мы снимем эти самые санкции что собственно и произошло большая доля дерипаски ушла американцам и собственно вот так договорились вот вот что на самом деле влияет на фондовый рынок россии но еще один пример пожалуйста газпром северный поток 2 санкции скать против северного потока 2 компания олсис тут же значит перепугу снимается и уплывает и все и северный поток 2 который должен был быть уже пущен но будет пущен не раньше чем через год вот что влияет и да это повлияло но я уже не говорю про санкции которые после крыма теперь давайте еще про корреляцию давайте сейчас построим вот здесь четырехчасовой график вот индекс ртс я построю дневной график индекс ртс и мы начнем его где-то ну вот с августа месяца с августа 2019 года сейчас мы переходим на сайт компании финвиз и то же самое дневной так здесь он с декабря 2019 но давайте тогда с декабря 2019 и здесь сделаем так как с декабря 2019 с декабря 2018 значит и здесь мы делаем с декабря тоже 2000 2020 так 2019 вот он декабрь вот примерно графики соответствуют вот посмотрите вот это график ртс а вот это график и сам пи 500 ну да вот оно падение S&P 500 в декабре вот оно падение ну похоже что S&P 500 упал чуть больше теперь дальше рост и S&P 500 рост с августа месяца в августе падение S&P 500 давайте посмотрим что у нас в августе 2019 происходило вот он у нас август вот оно падение июль август вот в августе серьезное падение дальше да с конца июля по ну там по начало августа падение по S&P 500 здесь у нас вот оно конец июля начало августа падение начало августа падение дальше немножечко стабильно потом вверх дальше немножечко стабильно в конце августа вверх ну и вот оно вот окончание вы видите что корреляция ну где-то в районе 90 процентов то есть графики повторяют друг друга примерно с точностью 90 процентов поэтому но многие говорят что как нам S&P 500 инвестировать да инвестируйте в РТС то же самое корреляция будет 90 процентов вот такие новости ну а что касается перспектив что можно ждать от Мишустина ну ничего плохого от Мишустина я не жду потому что в принципе ну работа налоговой службы в России налажено в принципе мне кажется неплохо хорошо сейчас очень много цифровизации личный кабинет налог у каждого есть в налоговой можно посмотреть все налоги то есть там все очень очень прозрачно и хорошо с нашими налогами сделано я думаю что в этом тоже заслуга и Мишустина я думаю что цифровизация будет продолжена экономике я думаю что да очень много сделано для того чтобы но по крайней мере процесс уплаты налогов он конечно неприятный но он не доставлял еще массу неприятностей из-за бюрократии сейчас этого нет с этим успешно справились процесс расставания с деньгами в виде налогов происходит ну достаточно легко комфортно и без нервотрепки никто не наезжает все стараются помочь вот ну я думаю что я надеюсь что так же будет и с бизнесом а вот условия ведения бизнеса конечно же это зависит скорее не от премьер-министра а от того органа который будет возглавлять Путин и сейчас Медведев становится его заместителем то есть именно они будут решать это в основном силовики о том наезжать или не наезжать на ну какой будет инвестиционный климат в основном от этого все и будет зависеть теперь что я ожидаю от будущего на самом деле смотрите через два года у нас будут выборы в государственную думу понятно что единая россия уже не пользуется мягко говоря той популярностью которая была и в общем то благосостояние народа давно уже не повышается и это становится проблемой путин это объявил ну основной проблемой которую он видит это действительно так и действительно вот та узкая группа которая находится у руководства страны сейчас будет озабочена о том как повысить жизненный уровень ну решение здесь очень простое на самом деле у нас наверное самый лучший в мире государственный государственный бюджет в смысле соотношения между дефицитом профицитом он профицитный хотя практически во всех странах дефицитные бюджеты то есть все страны тратят больше чем зарабатывают мы тратим меньше чем зарабатываем то есть мы просто вот урезали деньги по самые не хочу и все деньги которые мы получаем от нефти мы просто берем и складываем куда-то в кубышку куда мы ее складываем одному хотел сказать богу известно на самом деле не богу а путину вот то есть часть где-то там в америке хранится часть в долларах в золоте и так далее но мы их не тратим мы их не инвестируем в собственную экономику потому что мы знаем что в нашу экономику ну кто нашу экономику знает лучше чем мы ну конечно же мы прекрасно знаем что в нашу экономику инвестировать не стоит поэтому в нее и не инвестируем наши же деньги ну а буржуи нам прямо открытым текстом и говорят но если вы сами не хотите инвестировать свои деньги в свою же экономику то почему должны мы хотя мы их убеждаем всячески что они должны инвестировать в нашу экономику Они говорят, ну если вы не инвестируете, зачем мы будем? Вот так. И как только инвестиционный климат наладится, Путин прекрасно знает, что нужно для этого сделать. Нужно сделать независимую судебную систему, независимых судей, но кто же будет делать, потому что независимые судьи тут же посадят всю вот эту верхушку. Поэтому все упирается вот в это. Поэтому что будет? Я думаю, что повысят социальные расходы. Я думаю, что для того, чтобы стимулировать спрос в промышленности, повысят в первую очередь зарплату бюджетникам как-то, какие-то выплаты повысят для того, чтобы что-то сделать. Ну а частные компании просто обяжут повышать минимальную зарплату. МРОД уже повысили, насколько я знаю. Повысят все штрафы. Это логично. И налоги уже повышать некуда, потому что налоговая система должна стимулировать развитие экономики, а не душить. Поэтому я не думаю, что повышение налогов будет. Я не думаю, что будет повышение налоговой нагрузки. Но, скорее всего, потребует повысить заработную плату людям. Ну, к чему это приведет? Ну, это, скорее всего, должно привести к росту цен какому-то, соответственно. Ну и, собственно говоря, для населения, в общем-то сказать, ничего не прибавится. Но если руководство страны сделает бюджет не профицитным, а чуть-чуть дефицитным, то, в общем-то, жизнь должна улучшиться. Я думаю, что так и будет. То есть они допустят на пару процентов дефицит бюджета, и все будет в шоколаде. Но это произойдет не раньше, чем через год. Сейчас будут идти тактические какие-то перестановки. Мы видим, что они начинаются, они начались. Будет проведено какое-то голосование, не то референдум, не то еще что-то. Вот им доверие Путину, грубо говоря. Россия снова отдаляется от всего мира, потому что внутреннее законодательство будет превыше, чем европейское. То есть нам плевать на суд по правам человека будет. Соответственно, мы как-то уходим в большую автономию, скажем так, изоляцию. Но при этом будем пытаться выплатить, как-то повысить жизненный уровень людей. Но это во что выльется. Люди начнут больше покупать, и возможно это вызовет хотя бы какое-то оживление в экономике. Но, опять же, смотрите, мы видели, что корреляция между американским индексом и нашим практически 90%. А что происходит в Америке? А в Америке сейчас наступает период отчетностей компаний. И от этих отчетностей очень многое будет зависеть. Что ожидают аналитики? Это отчетность за год. И давайте вернемся к индексу S&P 500, который очень-очень вырос за прошедший год. Смотрите, 2019 очень сильно выросли. Это совокупная стоимость акций. А на сколько выросла прибыль? А прибыль выросла не так сильно у компаний. Но просто она не выросла. И вот сейчас отчетности. И все ожидают параметр EPS будет пониженный. Что такое EPS? Это Earnings Per Share. Прибыль на одну акцию. Ну, смотрите. Акции повысились в цене. А прибыль не так сильно. Акции повысились в цене. Вот смотрите. 2 400, 3 300. Это почти на 30% в акции выросли. А прибыль вырастет. Ну, ожидается, что на 1-2%. Соответственно, прибыль на акцию не вырастет, а скорее уменьшится. И получается, что мы получим в результате. Но получается, что рынок перегрет. Будет некоторое охлаждение рынка. Трамп, который... У Трампа сейчас предвыборный год. Он будет всеми силами толкать рынок вверх. Что у него из этого получится? Мы увидим. Но если будет, скажем, падение индекса S&P 500, то, в общем-то, это вызовет и падение индекса RTS, и все наши усилия по повышению благосостояния могут, в общем-то, не кончиться ничем. Потому что какое же тут улучшение благосостояния, когда поступление в бюджет уменьшится. Вот такие два фактора, которые я жду. То есть, с одной стороны, индексы понижаются. То есть, экономика немножечко так. Она и так не растет. Она и не будет расти. Не ожидается никакого роста в нашей экономике. Для того, чтобы был рост, надо повысить спрос. Будут пытаться повысить спрос, но при этом спрос у крупных предприятий будет снижаться со стороны уже мира. Потому что и нефть упадет в цене, скажем так. Ну, или не упадет, или не вырастет, по крайней мере. Ну, и так далее. Поэтому, ну, получится или нет, мы это увидим, ну, скажем так, через год. Вот такие у меня мысли по поводу всей смены правительства. Что у нас намечается и как это повлияет на фондовый рынок. Согласны вы со мной или нет, мне очень интересно ваше мнение. Конечно, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Согласны вы или нет, что влияет больше на экономику. Вот там вы увидите опросик небольшой. Что влияет больше, кто влияет больше, Трамп или решение Путина. Ну, а на сегодня все. Лайк. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.